Вы смотрите программу Город С в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! 11-12 октября в Самаре будет работать творческая лаборатория с вопросительным названием «Чтение это искусство?» Какие писатели приглашены на встречу с молодыми любителями художественной литературы? Кто из активных читателей сможет принять участие в мероприятии? Каков круг вопросов, предложенных к обсуждению? Об этом пойдет речь в нашем выпуске. И моя собеседница сегодня – заведующая отделом проектных технологий Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Инна Емщикова. Здравствуйте, Инна Александровна! Здравствуйте, Ирина Александровна! Ну вот лаборатория – это всегда эксперимент, некий научный поиск. Скажите, каких открытий ждете вы и вообще какова задача вашей творческой мастерской? Вы правильно сказали, что открытие – это, наверное, самое главное. И здесь хочется начать, наверное, с цитаты Эмерсона. Он говорил в эпиграфе к флорентийскому дневнику Рильке поставил одну из его высказываний в качестве эпиграфа. И там есть такие слова. «Я всего лишь ставлю опыты, вечный искатель, без прошлого за собой». Эти слова принадлежат как раз Эмерсону. И мы на наших читательских лабораториях именно ставим опыты. Опыты в достижении, дорастании до состояния писателя в момент творчества, в момент написания, в момент его творческого поиска. А вот данная творческая лаборатория будет впервые работать или уже были такие опыты? Да, у нас творческие лаборатории работали, но вот именно в таком формате, когда приглашаем писателей и приглашаем их к такому творческому исследованию совместному, да, это у нас впервые. Ну, это вообще эксперимент экспериментов получается. Это интересная работа. Для нас это большая радость и неожиданность, что писатели согласились на такой эксперимент. Вот расскажите, кстати, кого ждете в гости? Мы ждем писателей-лауреатов. Это Евгений Кремчуков, лауреат, двукратный лауреат Большой книги Национальной премии литературы. Мы ждем Василия Нацентова. Это лауреат Международной премии «Звездный билет» имени Аксенова и лауреат премии имени Пушкина «Лицей». В 2004 году как раз совсем недавно получил. И мы ждем тоже лауреата литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина. Это Сергей Кобрин. Он тоже многократный лауреат этой премии. Вот такие именитые, знаменитые гости у нас будут. Ну, именитые и знаменитые для читающей аудитории, конечно же. Чебоксары, Пенза, Воронеж, такой география тоже широкая представлена. Да, мы как раз и ориентируемся, в принципе, в своем проекте, который называется «Журнальный зал. Нестоличная литература». Мы ориентируемся на писателей, которые не столичные. То есть это не Москва, не Санкт-Петербург, а писатели таких вот берегов нас окружающих, чтобы совместить, чтобы литература, так скажем, совместила, соединила разных читателей и разных писателей вокруг себя. Собственно, вот список приглашенных формировался, исходя вот из этой точки зрения как раз, да? Да, но не только. Вот с Василием Нацентовым мы познакомились как раз через наш проект «Журнальный зал. Нестоличная литература». Он опубликуется в журналах литературных, художественных. В «Знаме», в частности, я вот там его встречала. Да, «Знаме», «Юность». Ну, конечно же, чаще всего он в «Знаме» не публикуется, да, но и в других журналах тоже. И мы прочитали его рассказы, они очень отозвались у нас. Он автор множества повестей, поэм и многочисленных, конечно же, рассказов. Это все вот такие произведения, которые, в принципе, как раз показывают его творческое состояние, когда он в момент написания его. И очень интересно читать такие произведения. Да, а вот с Евгением Хрымчаковым и с Сергеем Кубриным мы познакомились на фестивале «Самый читающий», который у нас проходил в марте месяце в городе Москва. Его учредители – это Дмитрий Бак и Константин Богомолов. И мы очень стараемся идти вслед за Дмитрием Баком. Нам кажется, что его такой интуитивный, литературный взгляд очень свеж, очень тонок. И действительно, что он направляет как бы наше библиотечное сообщество, в том числе, вот в плане литературы. И мы доверяем его вкусу, его мнениям, и нам очень ценно, в принципе, то, что он выделил именно этих авторов. И они нашли отклик и у нас, когда мы прочитали их рассказы. То есть мы тоже почувствовали это. И мы думаем, что эти авторы, ну, мы-то, по крайней мере, так предполагаем, такое делаем для себя вывод, что это авторы будущего, это будущие классики нашей литературы. Приглашая этих авторов в свою лабораторию, мнение молодых читателей наших, читателей самарских, вы учитывали как-то? Какие-то запросы были вот в эту сторону? Вы знаете, я скажу, что да. Да? Дело в том, что у нас читательская лаборатория состоит из сотрудников библиотек, и они все как раз молодые. А ну да. И получается, что вроде бы мы и учитывали мнение читателей молодых, да, но, с другой стороны, прямо специальный какой-то срез такой аудитории мы не делали. Нам очень важно, чтобы эти произведения откликались именно у нас, чтобы мы чувствовали вот эту атмосферу писателя. И если мы почувствуем эту атмосферу, то я думаю, что и любой другой читатель, который подойдет к этому также открыто, без таких критических оценок, без своих концепций, без своих знаний, а вот из чистого источника, если на это посмотрят, то он тоже найдет там такую атмосферу, и он с нами согласится, что эти авторы действительно достойные. Ну, расскажите о программе мероприятия. Оно проходить будет два дня, 11 ноября и... Октября. Октября, простите, да, и 12-го. Да. Вот что будет происходить в творческой лаборатории 11-го числа? Где, в какое время это будет? Мы ждем всех приглашенных, всех гостей и всех желающих 11-го октября в 17.00 по адресу Маяковского, 19. Это Центральная городская библиотека Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Центральная городская библиотека имени Крупской. Начало у нас круглого стола в 17.00. То есть во второй день это круглый стол? И приглашаются... Это первый день. Первый день, да, первый день. 11-го октября. Это круглый стол. Приглашаются читатели-исследователи и писатели, да? Совершенно верно. Ну вот о писателях вы уже нам рассказали. Кто такие читатели-исследователи? Ну я уже немножечко приоткрыла, начала приоткрывать, да, что это читатели-исследователи, это участники наших читательских лабораторий чтения, ну литературы. Это наши сотрудники, да, прошедшие определенную подготовку, участвующих во всех литературных проектах, которые у нас представлены в библиотеке. Подробно вы можете с ним познакомиться на сайте smips.ru. И это участники, сотрудники, которые непосредственно открыли для себя тоже этих авторов, познакомились с их текстами, с их произведениями. И мы понимаем, что у нас очень такой большой промежуток в социальном статусе, что, конечно же, писатели для нас они выше, но в том месте, когда мы начинаем читать текст, и в том месте, где чувствуется атмосфера автора, как говорил Михаил Чехов, драматург, что это самое главное — почувствовать атмосферу текста, атмосферу любого произведения, и это станет произведением искусства. И, конечно же, почувствовав эту атмосферу, мы когда смогли передать ее и на экране, так скажем, потому что все наши выпуски записываются и выкладываются, и когда ты получаешь отзывы, что да, это интересно, это так замечательно, и еще интереснее и более так тронуто и трепетно относишься к этому, когда сам автор тебе говорит, что что-то такое удалось открыть, что вы попали, что это очень интересно, конечно же, это вдохновляет. И вот именно в этом месте, в месте создания атмосферы, когда мы соединяемся, мы становимся очень близки к автору. Круг вопросов очень интересный для обсуждения, для круглого стола предложенный. Вы озвучите эти вопросы, пожалуйста, ведь вы приглашаете на этот круглый стол не только читателей-исследователей, а вообще всех желающих, всех любителей литературы, и они должны тоже, наверное, понимать, о чем пойдет речь. Какие вопросы? Первый вопрос, который мы поставили в заглаве, конечно, это же чтение, это искусство, мы спрашиваем, но чтение, не просто чтение, а чтение художественной литературы. Хотелось бы здесь сделать акцент и спросить, чтение художественной литературы – это искусство? И, конечно же, еще один из вопросов, в принципе, чем отличается чтение художественной литературы, да, от чтения вообще? И когда мы говорим искусство чтения художественной литературы, что это? Мы стараемся, конечно же, уйти от рациональности такой вот, чтобы это было больше интуитивное, больше такое вот открытое и более чувственное, чтобы действительно это было такое дорастание до писателей. Ну, я так понимаю, что читатели-исследователи, которые будут присутствовать за круглым столом, они свою-то точку зрения по каждому вопросу уже сформировали. А как вы полагаете, вот, возможно, поменять свои взгляды на тот или иной вопрос в ходе вот этой встречи творческой с писателями и обмена мнениями, собственно говоря, вы вообще ждете вот таких вот поворотов неожиданных, возможно? Ну, я думаю, что здесь повороты будут все интересные, и они будут все неожиданны, потому что это такая тема творчества, она всегда неожиданная. И если мы говорим именно о поменять свою точку зрения, то у Рейнера Марии Рильке есть такой термин, как «эрлэбнис» – переживание. И вот попытка обрести или попытка опыта бытия в момент написания текста у писателя, попытка этот опыт пережить для читателя, это, конечно же, всегда является открытием. И если нет этого такого вот опыта, который меняет определенным образом человека, может быть, где возникает вот это такое вот чувство, что я сейчас поймал, я это узнал, вот оно, вот оно, вот это прочувствование атмосферы, конечно же, оно меняет человека. А если этого нет, то нам тогда неинтересны и классики. Вот совершенно с информационной точки зрения, они нам совершенно неинтересны, ну, с точки зрения вот такого рационального. Они не современники нам. Что мы можем от них получить? Информацию. Только информацию. А какую информацию? Она уже ушла. Это было много лет тому назад. Это все не актуально. Но если мы так чисто с рациональной точки зрения подходим, а если мы подойдем с точки зрения такой вот иррациональной, да? Сопереживания. Сопереживания, совершенно верно, да. Тогда мы почувствуем, что нам близок и Леонардо да Винчи, что нам близок и Райнер Мария Рильке, что нам близок и Бунин, что нам близок и Пастернак, что нам близка и Цветаева, и ряд других, и Достоевский, и Толстой, и ряд других. Вот что такое искусство чтения, и чем оно отличается от обычного информационного чтения? Один из вопросов, да? Вот этот вопрос, мне кажется, вообще он скрывает проблему современной школы и современной молодежи, которая порой вынуждена читать, ну, что называется, по диагонали, да? И о каком уж тут искусстве может идти речь? Вот вы как считаете, можно ли вообще в себе совместить эти два умения? Читать вот так вот информационно и читать, творчески читать? Вы знаете, если мы говорим о чтении в школе, я с вами совершенно согласна. Это чтение по диагонали, и вообще программа школы, как нам кажется, она больше такая окололитературная или такое литературовеческое направление. Мы должны знать даты, мы должны знать какие-то биографические данные, мы должны знать сюжет, мы должны знать главных героев именно, должны быть с этим знакомы. Но когда ты говоришь, спрашиваешь ребенка, допустим, а что ты в этом понял, что ты из этого вынес, что ты почувствовал в этом, он начинает говорить, что мне понравилось, мне не понравилось. То есть это опять оценочные суждения. А это не нужно? А это... Я бы не сказала, что это не нужно. Это тоже нужно. Это очень важно в процессе понимания литературы. Но когда ты хочешь понять атмосферу, когда ты хочешь проникнуться и понять писателя, что он хотел сказать, когда писал именно эти строки, наверное, лучше от рациональности отойти. Про ваш вопрос совмещения, да, это очень важно. Этого добиться чрезвычайно сложно, чтобы иррациональное, и вот такое вот, иррациональное, да, такое супереживание, как вы подсказали, да, действительно, чтобы это все объединилось, это должно пройти, я не знаю, какой должен быть у читателя опыт. Если уж Гёте в своих заметках и дневниках говорил, что я, доживя до 80 лет, не могу себя назвать читателем, я не могу сказать, что я достиг этого уровня. Что мы можем говорить о себе. Да, куда нам до Гёте, да? Нет, вы знаете... Есть к чему стремиться на самом деле. Есть талантливые читатели. Совершенно верно. Но вот у вас прозвучала фраза, куда нам до Гёте, а с другой стороны, когда мы опять же открываем Гёте и находим какие-то строки, которые в нас отзываются, здесь мы наравне с Гёте. Все верно, все верно. И это те моменты счастья, которые дает чтение, неформальное. Конечно. Второй день работы Творческой лаборатории 12 октября. Какое время? Адрес тот же, да? Да, Центральная городская библиотека имени Крупской, Самарская муниципальная информационно-библиотечная система по адресу Маяковского, 19. В 12 часов 12 октября ждем вас на творческую встречу с писателями-лауреатами. Это уже будет не круглый стол, это будет творческая встреча, я предполагаю, не такой официальный такой момент. Вы знаете, даже 11 октября это совершенно неофициальная встреча. Конечно же, писатели подготовят выступление, они выступят с определенными темами, мы это все будем обсуждать, но в конце круглого стола каждый из зрителей сможет задать интересующийся вопрос, сможет получить автограф, сможет получить фотосессию, то есть фотографию вместе с автором. И мы даже запустили такой некий, сложно сказать, конкурс, но вот такое движение или акцию, самый интересный вопрос на точку, которую читатель может задать автору. Это уже записано в соцсетях, и там под постом можно как раз оставить эти вопросы. Либо это, конечно же, вопросы зала, если прозвучит, то да. И все вопросы, которые оставлены будут в комментариях, они найдут свой отклик, и 11 числа будут заданы, и 12 числа на творческой встрече с писателем. А есть ли смысл прийти на встречу, если вот данных конкретных авторов, которые будут на этой встрече, читатель данные не читал, но интересуется современной литературой, имеет свои взгляды на вопросы, сегодня прозвучавшие? Вот мне хочется сказать, а зачем он тогда придет? Хочется так сказать. Но, с другой стороны, надеюсь, что если он придет и погрузится в эту нашу атмосферу, созданную и писателями, и читателями, и исследователями, и творческой командой зрителей, если это произойдет, я думаю, что его зацепят, и он в дальнейшем прочитает. Но еще у нас же есть время, и каждый может познакомиться с этими произведениями, они тоже, ссылки на эти произведения все открыты, они выставлены у нас в группе, пожалуйста, можете обращаться к ним, и вот эти вот последние денечки успеть прочитать. Подготовить, себя подготовить. Да, тем более, что они рассказывают, малые формы, они не займут много времени. Стихов, это же авторы еще и поэты, и эссеисты, и стихи очень интересные, надо сказать, и созвучные со временем, и описывающие очень непростые события в нашей стране, тем более, что это поэзия со стороны эмоций, описывающие. Я думаю, что многие, которые даже не читали этих авторов, найдут отклик в своей душе. Вот один из вопросов, предложенных обсуждений во второй день работы лаборатории, «Обладают ли современные читатели способностями прочитать, понять и пережить все, что написал автор прошлого и настоящего?» Вот я считаю, что именно умение относиться к чтению как к искусству делает возможность не просто прочитать как информацию, но и понять, и принять это все, и прочувствовать те чувства, которые испытывал автор когда-то, даже в далеком прошлом. Вы уже об этом рассказали. Я думаю, что для исследователей вот этого вопроса очень важна точка зрения молодых читателей, юного поколения. Молодой читатель, конечно же, по любому вопросу нам интересно его мнение, это понятно. Но вот здесь хочется привести пример Сезанна, который говорил, что для меня искусство только тогда, когда оно слито с природой. То есть не буквально цитата, просто чтобы такой образ был. Когда я пишу картину, я хочу, чтобы она стала частью природы. Если она становится частью природы, то это искусство. И поэтому отношение к искусству, мы можем так немножко неверно для себя трактовать, что все, что сделано, все это искусство. Нет. Искусство это то, что находит как раз отклик у читателя. Просто то, что сделано, может быть ремеслом. И ремесло не всегда искусство. Совершенно верно. Да, я вас услышала. Вот еще один интересный вопрос, на мой взгляд, очень интересный для обсуждения. Может ли сегодня глубокий автор, что лезет вверх, это цитата, что лезет вверх по нехоженному склону, обрести массовую популярность за счет глубины прочтения читателей, а не за счет пиара. У меня какой вопрос сразу возник, когда я этот вопрос прочитала. Почему вы включили в этот вопрос цитату Набокова? Вот вы решили показать вообще общность каких-то проблем писателей того времени и писателей современности? Или вот так вот шарик такой катнули в сторону эрудиции молодых читателей? Нет, к эрудиции мы, конечно, совершенно не стремимся и не проверяем этим самым. И тем более, что цитата Набокова, она звучит так, что вверх по нехоженному склону, когда достигнув ветреной стороны, писатель вдруг обнаруживает запыхавшегося читателя, который бежит к нему, и они обнявшись создают это целое, что называется, книга. И для нас вот этот образ очень близок. И мы бы хотели идти вслед этому образу, потому что действительно читатель всегда догоняет, или, как я уже сказала, дорастает до автора. Автор в момент, он пишет, а мы, читая, мы начинаем. Это уже написано, это уже произведено, да, и мы это должны услышать. И мы, конечно же, стремимся этого достичь. То есть мы всегда немножечко ниже и по социальным статусам, и по духовным статусам мы ниже. Но когда вот мы обнявшись, мы, конечно же, создаем целое, что называется, книгу. А вот все-таки вы, вот лично вы, как бы ответили на этот вопрос? Может ли сегодня глубокий автор быть услышанным, узнанным, да, и продвигаться благодаря глубокому прочтению именно, а не благодаря пиару? Да, вот только благодаря глубокому прочтению. Но это тогда нужно, наверное, стремиться к тому, чтобы каждый читатель открыл в себе вот эту вот сторону, именно открытости, именно чистого источника, да, такого чтения. И наши лаборатории занимаются как раз продвижением. Мы показываем, как можно посмотреть на литературу вообще в целом, немного под другим углом, и как можно научиться читать? Ведь это даже не... Мы вот сейчас вот используем слово «научиться». Это же даже не научиться, это вспомнить. Мы так читали, мы так слушали. Для нас так читали сказки, сказы, мы так слушали мифы, мы так слушали, ну, как бы с рождения. У кого-то это осталось, а кого-то подгоняли, подгоняли, и от кого-то это ушло, к сожалению. Это не ушло, это спряталось. Спряталось. Да. А вот наша задача, вот одна из целей, да, для того, чтобы продвинуть, это, конечно же, приоткрыть и вот возродить вот это в человеке, возрастить, может быть, вот так. Вот актуальнейший, конечно, вопрос в контексте того, что вы сейчас сказали, как организовать продвижение таких писателей. Насколько полезным может быть ответ на этот вопрос у читающей молодежи? Ведь молодежь всегда какие-то новые формы общения видит и придумывает даже, можно сказать. Ну, вот у нас второй день и такая классическая форма общения, творческая встреча с читателями, а в первый день круглый стол, он вроде бы тоже сейчас становится, ну, такой классической формы, да, но именно здесь, именно вот в таком формате для нас эта форма новая, потому что здесь соединяются и читатели, и писатели, они соединяются в моменте делания, они что-то вместе, совместно делают, они совместно творят, они совместно пробуют, это их совместный опыт. Такого у нас формата еще не было, поэтому я думаю, что и молодежи будут интересны. А что касается продвижения, что, да, конечно, такая литература, особенно сейчас малые формы, я говорю про журналы художественные, она занимает такую, ну, так скажем, низшую позицию, это находится на такой, на нишевой литературе определенного содержания. Для очень, для достаточно узкого, не скажу очень, но достаточно узкого круга людей, да? Да. У нас есть литература, которая занимается построением личности, да, такой социальный конструкт личности. Это популярно сегодня, да? Это популярно и это необходимо, сюда мы можем отнести и патриотическую литературу в том числе, это нужно, это да, есть литература такая вот воспитывающая, да, а здесь литература, которая тебя развивает внутренне, ты дорастаешь до всего, да, ты меняешься, это литература, как бы, ну, можно сказать, самосовершенствование. Сегодня как узнают читатели о новых литературных именах? Вот новые литературные имена, мы говорим про ту литературу, которая как товар используется, да, то есть это ходовая литература, это то, что модно, поэтому как об этой литературе узнают, ну, скорее всего, зайдя в какие-нибудь маркетплейсы, да, или на сайты каких-то книжных магазинов, изданий, наверное, так узнают, либо просто... пропиаренные как раз истории. Да, это пропиаренные. Тут все легко. А я имею в виду вот этих глубоких... Как узнают о таких писателях? Мы над этим работаем. Вот наш проект непосредственно с этим и связан. И потом вот эта творческая лаборатория, это попытка как раз как бы рассказать, да, и показать новых писателей, новых авторов, а не наших современников. И это должно породить отклики, наверное, тех, которые пришли навстречу. Конечно. Тем более сейчас это соцсети, это поделиться с друзьями, в личных контактах, и вот информация пошла-пошла, и кто знает, однажды тоже будут ездить наши современники в метро и читать книги, да, как сейчас вся Москва читает. Это запросто. Можно встретиться и у нас тоже в Самаре, если читать, я езжу в метро и вижу такую картину, да, у нас читают. Ну и давайте напомним, где и когда вы ждете гостей и участников творческой лаборатории, чтение это искусство со знаком вопроса. Дорогие друзья, мы вас ждем 11 октября в 17.00 по адресу Маяковского, 19, в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Пройдет круглый стол. Вы там сможете пообщаться с писателями после завершения круглого стола, получить автограф на флайере, который мы для вас подготовили, и, конечно же, совместное фото. А 12 октября в 12.00 мы вас ждем по этому же адресу, тоже Центральной городской библиотеке имени Крупской, на творческую встречу с писателями. Приходите. Приходите, если вы готовы поразмышлять на тему, может ли чтение быть искусством, или это просто красивая метафора. И наше время эфирное заканчивается, к сожалению. Инна Александровна, я благодарю вас за интересную, увлекательную беседу. Напомню нашим телезрителям, сегодня гостьей в студии была заведующая отделом проектных технологий Самарской муниципальной информационной библиотечной системы Инна Емщикова. Спасибо за внимание. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова